все на ваших экранах дамы и господа мальчики и девочки мужчины и женщины бабушки и дедушки ну да ладно сегодня господа у нас на повестке дня замечательнейший ну как сказать для разных целей наверное но вот для домашнего применения очень даже ничего датчик температуры и влажности dht11 размером с ноготь подробные характеристики гуглите для нас самое важное это то что этот датчик умеет считывать из окружающего пространства данные о влажности воздуха относительные разумеется ну и собственную температуру и вот и всего больше тут смотреть особо не на что поэтому камеру я сейчас отключаю переходим к исполнению непосредственно кода который я написал для того чтобы можно было этим датчиком воспользоваться как всегда переходим в пай project и программу ли на у нас скриптец называется 0505 dht11 исходный код есть в описании сейчас я вам объясню как он работает работает он следующим образом здесь все как всегда шапочка стандартная но важно на этот раз я решил не ходить вокруг и около не считывать данные из файла напрямую не парсить не заморачиваться самостоятельно сравнивать пусть для меня сделает эту работу адафрут dht модуль адафрутовский который собственно выполняет за меня всю эту самую работу подобных модулей для питона написано целая тьма для огромного количества датчиков и уж тем более для всех популярных датчиков поэтому если вы не знаете как чем воспользоваться срочно бегите на адафрут вот и я решил не изобретать велосипед импонии импортируем адафрут dht как dht просто для того чтобы был чуть попроще ну и собственно такие стандартные модули которые пригодятся при исполнении данного скрипта далее двум переменным сенсор и pin мы присваиваем значение сенсор 11 что это значит это значит что собственно модель данного сер сенсора dht11 так она и звучит прямо вот в одно слово 11 есть еще 22 версия есть еще несколько и pin 14 ну тут я думаю комментарии излишне что делает программа программа бесконечно бесконечно гуляя по кругу считывает влажность и температуру через модуль адафрут в данном случае укороченная запись dhp dht и соответственно через метод read retry это безопасный скажем так метод отказоустойчивый метод получения данных который при каком-то сбое получения данных или при несовпадении контрольных сумм данных просто проигнорирует полученное значение через некоторое время повторить запрос снова то есть как понимаете вся работа по исправлению ошибок взята на себя данным модулем ну и собственно передаем переменные сенсоры pin и дальше смотрим что у нас произошло с переменными если у нас корректно заполнены заполнились эти переменные свежими данными то есть не нон ну или для всех других наверное языков это 0 было бы правильно то есть если не 0 то есть в общем если в переменной есть ну хоть какое-то значение соответственно мы получаем текущую дату и время это нам необходимо будет для того чтобы красиво отформатировать строку вывода в консоли ну и температуру и влажность мы переводим строковый формат и выводим на экран в отформатированном виде делать вот это будем каждые три секунды и не забываем что если произойдет неправильное считывание через метод read-retry то соответственно это значение может несколько отличаться то есть скажем не через три секунды будет повторяться запись а какая-то может выскочить через пять какая-то даже через 10 хотя я проверил код работает и каких-то серьезных сбоев не происходит ну что давайте посмотрим как это работает сейчас у меня двадцать шесть градусов относительно о 24 но увидите немножко колеблется первое считывание они всегда такие сейчас будет все в порядке вот 24 градуса все верно для достоверности наверное имеет смысл поставить термо метеостанцию мою карманную но просто поверьте данные совпадают я уже проверил вот собственно и все как видите далеко не всегда проходит ровно три секунды вот например здесь у нас прошло 4 секунды здесь тоже прошло 4 секунды я здесь вообще шесть прошло вот теперь опять 4 секунды и тут снова 4 секунды но это какого-то критичного значения не имеет здесь нет смысла при работе с такими датчиками нет смысла опрашивать их чаще чем ну скажем даже раз в минуту потому что ну я не знаю это каким надо быть маньяком чтобы следить настолько за своей атмосферой скажем так окружающей за своей атмосферой в доме но видите опять 6 секунд был какой-то сбой считывания ничего страшного в принципе датчик работает таких датчиков у меня два один я планировал забросить на улицу на балкон а потом что-то до меня дошло что датчик то 11 серии и соответственно он не сможет работать при температурах ниже нуля поэтому поддержите канал подпишитесь и поделитесь с друзьями может быть я наконец-то на рекламе заработаю на 22 датчик который стоит не 50 а 150 рублей какой ужас какой ужас ночью я хуже других что в конце концов я вас наверное чему-то даже и учу кому-то может быть даже чем-то помог исходные коды можно найти в описании под этим видео разумеется ссылку на дофрут я разумеется тоже вам предоставлю все там же в описании ну и конечно же подписываемся на канал ставим лойсы и показываем ролики друзьям которые увлекаются каким-нибудь подобным хобби скажем так занимаются микроэлектроникой микропроцессорами микросенсорами системами умный дом и так далее ну а я с вами прощаюсь пойду думать как внедрять сие творение в татьяну как ужасно это звучит спасибо за внимание всем пока и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»